Музыка Уже на подступах к Уфу-Арене, болельщики, идущие на матч Салавата Юлаева и Нижегородского Торпеда, получали порцию положительных эмоций от импровизированного ледового городка на площади перед ареной. Тут появились необычные ледяные скульптуры хоккеистов и вмороженные в лед хоккейные свитера команд КХЛ. Оформление площади вокруг ледового дворца приурочено к неделе звезд хоккея. Насладившись прекрасным ледовым действом, зрители с надеждой на лучшее шли на игру. Но порадовать своих поклонников уфимцы в дебютном периоде не смогли. Две пропущенные шайбы в свои ворота и один гол у Морка – именно таков краткий итог стартово-игрового отрезка. Мы все ищем, что у нас не так, почему так получается, почему так начинаем игры, пропускаем постоянно. У нас это уже последний месяц, где-то мы уже так играем, где не можем первыми забить, нам надо обязательно первыми забить. Вторую 20-минутку финцы начали с пропущенной шайбы. Сразу побежав отыгрываться, подопечные Захаркина позабыли об обороне. Быстрый контратак и торпеды, и Светберг вновь вынужден был капитулировать. Но и это было еще не все. Драка Лисина и Баранцева, казалось, заведет наших хоккеистов. А все вышло наоборот. Пропустили в меньшинстве и на перерыв уходили с грустными мыслями. Я считаю, что у нас вообще ничего не получилось. Я не знаю, не знаю, в чем дело. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру, что происходит такое. Они за нас переживают, болеют, кричат все 60 минут, а мы так играем, так непозволительно. Заключительный период, в общем-то, оказался схож по сценарию с предыдущими. Уфимцы безрезультатно пытались пробить Бирюкова, а Нижегородцы забили еще дважды. Я думаю, что мы вовремя получили как следует по шапке, потому что по-другому не скажешь. Торпеда нас переиграла тактически сегодня. Здесь анализировать особенно нечего, потому что мы не сумели преодолеть оборону команды соперников. Мы не вылезли на ударные позиции. Там я посмотрел по статистике у нас бросков, что-то такое много. Но это все не опасные броски, это просто броски отчаяния. Столь сокрушительное поражение, конечно, выглядит обидным, но посыпать голову пеплом сейчас нельзя. Все главные матчи у нашей команды еще впереди. До плей-офф чуть больше месяца. Дорг Хизбуллин, Константин Данилов, Хоккейный клуб Салават Юлаев. Дорг Хизбуллин, Константин Данилов, Хоккейный клуб Салават Юлаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова